369-360 годы. Довольно много событий, в том числе в культурной жизни. Это расцвет творчества Платона, о чем я немножко расскажу, потому что он в политике поучаствовал. Аристотель как раз приезжает к Платону и начинает учиться в Академии. Он пока самостоятельных не создал учений, но он уже учится у Платона. Демосфен уже работает в этих критических условиях, которые в Греции сложились. Демосфен решил стать оратором. И пока он по уголовным делам, он скоро политическим займется. Римляне, по сведениям их историков, воюют с галлами. Я римскую историю, хотя она хорошо известна, все-таки значительно сокращая, кроме каких-то ярких, совсем хорошо известных событий, типа Лукреции. Дело в том, что независимые от них источники в основном три силы упоминают в тогдашней Италии. Самая главная сила – это Сиракуза во главе с Дианисием и его потомком Дианисием-младшим. Вторая по силе – это этруски, но в целом греки в это время выбивают этрусок изо всех точек. И третья сила – это Карфаген, который держит небольшие точки Сицилии, которые постоянно сокращаются, постепенно их тоже выбивает Дианисием. Дело в том, что Рима почти никто не упоминает. Скорее всего, это маленькое государство, которое в основном находится в сфере влияния этрусков. А всю вот эту историю бурную, как они 200 лет со всеми соседями воевали, их побеждали, побеждали галлов и всех на свете, вполне возможно, что они придумали. Какие-то основания, возможно, есть у них, но, возможно, мелкие и раздутые. Поэтому в основном я не упоминаю все это. Это все, в основном это Тит, Ливий и еще пара человек, которые просто собирают городские легенды Рима, непонятно, насколько они достоверны. Поэтому про всю войну с галлами эпическую пропускаю вообще. В Греции вот серьезные события происходят, хорошо документированные. Фивы теперь лидируют. Эпоминонт известный, их полководец этого времени. И вот, подобно тому, как было несколько нашествий спартанцев на фивах в предыдущие десятилетия, в это десятилетие начинаются походы хиванцев на Спарту. Несколько было походов. Уже после первого похода Спарта просит о помощи Афины, потому что Спарту практически полностью заблокировали. Мессия не от нее отделилась, они обороняют с трудом свою долину. В 369 году до нашей эры заключен в конце лета союз Афины-Спарты. То есть, совсем парадоксально, Афины и Спарты до этого воевали практически лет так 80. И теперь они, боясь усиления фив, они заключили союз в фивах, тоже левые демократы, то есть, похожие на Афин строй, абсолютно такой же. Который, к тому же, там фактически Афины и поставили. То есть, при поддержке Афин пришли к власти. И вот теперь эти левые между собой воюют. Причем, афиняне вступили в союз со Спартой. В самой, на самом Пелопоннесе, вот на том полуострове, на которой Спарта, там активная Аркадия, которая часто проявляет независимость. Вроде как они восстали на стороне фив, но они также и самостоятельно действуют. Походы на все, что там осталось от спартанского владычества. В общем, Аркадия пытается захватить Пелопоннес и на нем лидировать. Получилось, что у фив фронт довольно разбросанный, потому что против них Афивы. Потом они в Фесалии боятся, что восстанет на севере. Вот фиванцы сначала устраивают экспедицию в Фесалию, в котором им удается поражение нанести всем там противникам в Фесалии. В 368 году тем временем Спарта обращается к персам, просит их опять о посредничестве в заключении мира. Вроде как персы согласились, то есть спартанцы предлагали восстановить просто статус-кво, который был до войны, он их устраивал. Фиванцы с этим не согласились. В 367 году они опять послали послов к персидскому царю и союзников своих подключили, Аркадиян прежде всего. Фиванцы требовали, чтобы восстановили независимость греческих государств, в том числе отделили Мессению полностью от Спарты. То есть Спарта фактически распалась бы как единое государство. И запретили бы афинянам иметь флот. То есть Афинский морской союз бы лишился основной силы. Фактически этот мир предполагал бы полдня лидерства Фив в Новой Греции. На что тоже никто не согласился. Хотя Шах вроде как всех подписывал. Я думаю, что они его подкупали. Потому что в 368 году Шах подписал спартанские условия. В 367 фиванцы приехали от Шаха и показывали грамоту с царской печатью, что Шах подписал фиванские условия. Никто не согласился и война продолжилась. Но вот это к вопросу о том, что некоторые историки говорят, что было доминирование персов в это время в Греции. Скорее всего никакого не было. Просто персы как одна из сторон в гражданской войне привлекались. Все стороны пытались привлечь персов на свою сторону. Но вот эти всякие решения Шаха игнорировались большинством греков и решалось все равно внутренней войной. То есть это все не получалось использовать персов от посредников. Продолжались войны. Началась война между союзниками Фив, между Аркадией и Элидой. То есть бардак увеличивался. Аркадяне были сравнительно независимы, воевали тоже с союзниками. Ипоминонт устроил рейд на Византии и захватил Византию. Это серьезно подорвало, конечно, Афины. Потому что Афины всегда пытались контролировать Византию и проливы, чтобы обеспечить подвоз хлеба. Я об этом говорил. Но вот Фив им удалось захватить в 364 году Византию. Это была крупная победа, конечно, Фив. После этого Фивы устроили поход на Пелопоннес. И 27 июня 362 года состоялось огромное сражение при Монтинеи. Оно в целом закончилось в ничью. Но пал знаменитый Ипоминонт, полководец Фив. И, в общем, это считается одной из самых кровопролитных войн. То есть греки ожесточенно уничтожали друг друга. После этого был подписан мир. То есть закончилась Биотийская война. Мир был подписан на условиях сохранения линий фронта. Это означает полный крах Спарты. Ну, вот примерно, собственно, картинка, что там по итогам войны. Фивы, значит, контролируют у нас Византий. То есть проливы, ключевые точки. Фивы контролируют Фессалию и часть Пелопоннеса. Спарта практически в полной заднице разгромлена. Никогда теперь не восстановится. Какие-то точки сохранили Афины, и Афины будут пытаться восстановиться. В результате что получилось? Греческие государства почти сто лет воюют друг с другом. Война в целом гражданская. Часто какая-то идеология привлекается, допустим, демократическая, либо аристократическая. Но часто и без всякой идеологии. Допустим, у Фив и у Афин было одинаково. Строили левая демократия. А все греческие государства себя ослабили в процессе этой войны. Получилось несколько центров силы, то есть Спарта, Афины, Фивы, Перцы, в принципе, постоянно вмешивались. Их самих звали. В результате там постепенно усиливается Македония, которая сильно так не участвовала ни в чем этом. Постепенно Македония всех поглотит. Но в ближайший период, 50-е и 40-е годы, будут пытаться упорно возродиться Афины. Это у них не будет получаться. Эту трагедию мы посмотрим скоро в этих роликах. В Персии, на самом деле, идет восстание Сатрапа, в котором также участвуют греки. То есть нельзя сказать, что Персия совсем такая стабильная была. Как я уже говорил, сопротивлялся Египет упорно в этот самый момент завоеванию персийскому. И восстали Сатрапы Каппадокии. Да там восстал Орел Базан. Это Сатрап Гелеспонской Фрегии. То есть как раз вот район этих проливов, примыкающего к проливам района. И восстал также Сатрап Армении Аронты. На должности Сатрапов назначались исключительно персы. То есть это не значит, что какие-то там армяне восстали. Это значит, что вот именно назначенный шахом перс, который правил Армению, он вооружил армян и начал восстание. Так это выглядело. Во всех этих восстаниях активно участвовали греки. В частности, особенно Спарта. Спартанский царь Геселай, допустим, поддерживал Орел Базана, потому что он считал, что персы поддерживают фиванцев. То есть вот это, о чем опять же речь. Что гражданские войны шли и в Персии. Нельзя говорить, что Персия полностью распоряжалась Грецией. Просто было много сил, много центров силы. И все кидали друг друга, все привлекали друг друга в союз. В том числе, кстати, греки участвовали в гражданских войнах в Персии прям постоянно. Как известно по ксенофонту, прям отряд греков поход на Вавилон устраивал вместе с Киром-младшим. В Сиракузах власть меняется. Пришел к власти Дионисий-младший, то есть умер его отец Дионисий-старший. Он продолжил войну с Карфагеном. Карфаген в целом практически выбили там, только небольшие города сохранились в Карфагене, в Сицилии. В 364 году опять очередное перемирие. Снизил он военный налог, освободил граждан осужденных за долги по налогам и пригласил Платона. В 367 году у него был также дядя Дион, довольно влиятельный. Вот этот дядя Дион был платонистом, и они пригласили Платона. Платон на Дионисия-младшего оказывал существенное влияние. Тот занялся аскезой, начал изучать математику, то есть тоже стал платонистом. В то же время он подозревал Диона в измене, что он работает на Карфагенян, и постоянно всех подозревал, что скоро будет восстание и установят демократию. В результате он сначала выслал Диона с Платоном, потом пригласил Платона обратно. Платон пытался свои вот эти идеи о правлении философов осуществить в Сиракузах, но на самом деле там было совсем другое государство, оно не походило ни на демократии, ни на аристократии, тем более ничего там платонического не было. Дионисий, кстати, имел, старший Дионисий имел гарем, в том числе они со своими сестрами все спали, даже заставлял Дионисия. Он младше на его сестре женили, то есть Дионисий во многом копировал персидские обычаи и во многом был таким тираном азиатского типа. Но при этом тираны азиатского типа тоже могут поддерживать философов и так далее. Платона, тем не менее, они привлекали и думали, что от него будет польза, но польза Платона не оказалась. Более того, Платона они начали подозревать, что он хочет свернуть царя, то есть участвовать там местных всяких интригах, поэтому Платона они отослали, и все вот эти проекты Платона об установлении республики и философ провалились. Но к Италии они точно никак не подходили. Просто получилось, что он втянулся в местные интриги совершенно такие, политические, далекие от философии и его условия. В Македонии царь Пердико, 365 год, он тоже, в общем, покровитель стал философом. Среди греческих царей было это модно, собрал всяких геометров и так далее. Вокруг себя покровительство в математике. Политика у Македонии была такая же, в принципе, как у всех греков, откровенно подлая. Они то с афинами, то против афин, всех кидали и так далее. Но в целом это была такая сила на севере, которая не пострадала от длительной войны, которая уже около 100 лет продолжается гражданской, и она усиливалась. Вот брат Пердико будет уже Филипп, который, собственно, захватит Грецию. В Китае в царстве Син приходит к власти Сяо Гун, который приглашает Шана Яна. Шан Ян – это крупный политолог того времени, лилигист. Я про него отдельно расскажу, потому что он автор такой и философии, и политической теории довольно популярной потом в Китае. Но вот этот, значит, Шан Ян осуществил крупные реформы в царстве Цинь, что привело к его подъему, процветанию. И, собственно, вот с этого момента считается, что династия Цинь начинает подниматься, и постепенно Цинь завоюет Китай и объединит его. Но вот то, что пригласили хорошего специалиста, политолога, юриста Шана Яна, это сильно, конечно, на этом этапе династии Цинь помогло.